всем привет с вами комаров виталий я снимал недавно распаковку вот этого аппарата сейчас мне хотелось бы как-то видео дополнительные выпустить насчет его функциональность функциональность него довольно таки странные во первых запомним что вот на этой кнопки вот здесь же измеряется герц и переключается в режим герц и конденсатор диодный прозвонковый вольт и переменные постоянные конденсаторы прозвонка конденсаторов вот здесь вот еще есть клавиши запоминания все работает он короче до 10-ком проводку он ищет находит но я еще к нему до конца как-то не особо ты привык пробуем найти эту проводку аута разом он находит он пищи туда без всяких проблем чем ближе тем сильнее проводочкой можно найти нет пор нет но вот эта функция ребят вот от этой функции она отличается и прозвонка здесь тоже на немножечко отличается так давайте посмотрим он положил на провод провод от зарядки тут так вот сейчас мы его уберем пехоты он кыш отсюда да не хочет убираться вот зараза так ладно начнем вот с автоматического режима да то есть нам нужно определить ом и без всяких проблем он их определит то есть вот этот 220 килоом пока здесь 24 чего показывает так здесь 24 килоом а здесь вот но они на самом деле до 300 килоом что он наши любимые сколько тут здесь вот моим один ом вот он через пищалку но говорит особо теле не маленькая пищалка срабатывает ладно как говорится это все происходит на диодные прозвонки то есть на прозвонки диодов как я понимаю функцию другого здесь нет попробуем мы этот режим выставить здесь кнопкой и начнем с маленького у нас один килоом здесь показывает он там что-то да он честно покажем сутком там 08 килоом 20 ом то здесь 08 ом и здесь 20 ом изумительно показывает так мы помним что он тут в автоматическом режиме он нам показывал правильно раз мы сюда прислоняем тишина здесь 20 килоом вообще 100 килоом чего у нас покажут а у нас показывает падение напряжения мы лицовых сто восемьдесят пятьсот вольт а 300 килоом хлоп тишина но это диодная прозвонка да ладно ну ну да здесь диодная прозвонка на не должна работать так ноги титью мать здесь все покажут ночью 06 то же самое 400 это нет 470 килоом не показывает нас автоматическом режиме конечно к нему привыкать надо эту прям автоматическом режим прям без всяких проблема определяет 473 килоом а вот так вот и то же самое вот этот 50 510 ом ну вы скажете да вот он автоматическом режиме 437 он опять мы выводим на прозвонку это в сущности тот режим в котором он как говорится сейчас вот определял эти ом и то есть не показывает падение напряжения 0,737 вольт а вот так на это раз ладно а с кондерами чё смотрим здесь в автоматическом режиме он прозвонит конденсаторы правильно то есть что такое конденсатор нам нужно узнать его емкость правильно разряжаем конденсаторы так и переходим в автоматический режим то есть он нам должен показать по идее в автоматическом режиме сколько микрофарад в этом конденсаторе правильно включаем опа а мы видим мегаом 6 мегаом то есть он показывает сопротивление конденсатор но надо ли это или нет ну я не знаю но ожидаю что увидеть микрофарад видишь сопротивление хорошо напрямую вот пожалуйста нанофарад и какие нанофарад и 105 микрофарад он 100 микрофарад емкость у него но и в сущности вот такие вот у него замашки интересным фаза он найдет без всяких проблем где-то вот здесь есть сейчас мы так это прозвонка фаза он ищет другой щуп чем находит нет и другой щуп находит но вроде так не ключит я в одном из видео смотрел что вроде как он может глючить по этой штуке напряжение так вроде бы он нормально показывает но ребят но но как-то это да он хорошо выглядит да он хорошо повесить его на электрик вот ему это за место отвертки вольтаж померить до убрал ему себя не нужно пользоваться отверткой индикатором как то так как-то он на вид уах out по функционалу как-то я не знаю что то как-то не очень сенсор на него вот эти вот кнопки тут тут в самом сенсора нет то есть туда тык не тык и тут ты ничего не натыкаешь здесь вот сам сенсор тут четыре кнопки вот они сенсорные так что мы не знаю этот прибор мультик мультиметром его назвать как не хочется а вот мультик да вот я как-то раньше такой вот назвал подай мне мультик да вот мультик ну мультик она есть мультик подали мне мультик да и ладно мультик но сейчас это мультиметр вот этот мультик он очень-очень своем решении он очень очень сыроватый да здесь есть градусы ну и не знаю важно или нет сейчас вот у меня дома жарко тоже играться так что вот такой прибор к нему нужно привыкать стоит ли он своих денег даю не знаю вопрос сложный от него толку мало выглядит хорошо вот так вот мои хорошо выглядит от вот хочу с таким ходить вот как-то так наверное сенсорные кнопки то они не очень то есть лампочка погасла за учишь и секунд на погаснуть через кокота вот она погасла чтобы начать переключаться нужно раз нажать еще раз нажать еще раз вот как то так он так этот короче это все вот хорошая игрушка электрика ну в радиооборудование кстати прозвонка это не самый дорогой мультиметр до с того же самого китая как прозвонка здесь работает мы включим прозвонку да то есть когда ты в азию что ты ищешь тебе ты слушаешь звук да вот буквально здесь морзянку можно как говорится передавать шпионам что у нас здесь прозвонкой смотрим да сейчас мой утром на и прозвонку вот она пищит она пищит но если как-то на тормознуто пищит то есть ты сначала касаешься честно не думте по она быстро срабатывает то есть вот я просто чиркаю тишина здесь стоит только чирка мыть немножко там звук есть то есть здесь работает гораздо быстрее этот стоит дешевле чем вот этот и этот китайцы этот китайцы но не знаю если его довести до ума то он этих денег что сейчас вот он стоит он не будет стоить он будет стоить тысяч пять наверно шесть такой мультиметр доведенный дома так что вот так действительно только для электрику так вот сошли повесить вау глянче у меня есть что-то вроде такого более того тем более здесь одно здесь второе все это разделено и нужно об этом узнать и к этому это нужно понимать это нужно знать все это то есть вы взяли ага и на автомате найти вы же рассчитывать как на автомате размерить правильно вы на автомат включаете рассчитываете узнать емкость но вы получаете мегаом и так вот это со всеми конденсаторами так да что-то соскакивает 8 мегаом емкость он не показывает емкость нужно переходить сюда фонарик новый фонарик это я даже не обсуждаю но игрушка хорошая игрушка для электрика так можно сказать рабочий основной прибор не знаю я бы например вот с этим щупами в 380 побоялся бы лезть потому вот с этими безопасней да это тоже китаец сделал но как-то это внушает доверие тоже вот взять авторучку воткнули эту херню если вы согласны есть авторучкой в 380 вперед вот это ваша без всяких проблем так вот так он мне понравился сущностью вот вил взял кинул и он сходил запчасть отдавали чтобы с собой хлам не тащить взял с собой бросила позвонил все такой бандур таскать собой не надо этот настольный рабочий а этот так поблаваться сущность так такое мое мнение вольт он вольт он все меряет что-то у меня там плинк по телефон сел вольт он мерит хорошо довольно таки правильно ом и тоже мерить хорошо переменные постоянное напряжение мерит батарейки мерит ом и мерит емкостя мерить проводку находит герц и мерит вот интересно конечно герц и куда вот насчет герцов вот да вот плюс монтуда вот идет к этому я не знаю где там нужен по 3 по может потребоваться измерить количество герц если потребоваться да вот он не может где-то колее определен количество герц кстати в дешевой версии герц и не мерить он там разница в 10 рублей что ли какой-то дешевыми версии герц нет это где экран черно-белый ну вот наверное все опять же ссылочка как говорится в описании будет на этот мультик вот такой вот он я бы сказал что но для для электрика как игрушка вау класс вот такой вот мультик щупы не отсоединяются щупы тонковатые на ощупь они как-то хиленькие ну вот это вот так во второчку взять заплавить вот это стержень и все вот будь тут такая хрень готовы все подписывайтесь на мой канал у меня интересными два прибора по моему идут тоже измерительных тоже бы хотелось с вами ими поделиться так вот меня можно это найти как комаров виталии мне там много много всяких видео и не только поэтому и не только по жестянке но и по всякому другому подписывайтесь на канал будьте со мной поддерживаете меня делайте мне просмотры мне будет очень даже хорошо ну и лайкосы лайкосы куда же без лайкосов то пока не и и